привет привет меня зовут саша канал душно мы с денисом всем привет представлять друг друга не будем говорить про жанр не будем все стандартно скажем только что слепые за тесты у нас сегодня от милы у милы есть телеграм-канал обязательно пройдите посмотрите если вам понравится подпишитесь миле будет приятно на нас ну я надеюсь вы везде подписан но если вдруг нет да подпишись включая бусте так и первые пять ароматов зашли на ура хотя на сказать что мне совсем был мой формат мне кажется вот моя пятерка мне больше нравится мало того я их хотя я разношивал их не на себе один и на себе поносил а остальные на блутере и значит я скажу есть 33 предположение из пяти что это за аромата будет смешно если ни один из них мы не угадаем ну и ничего страшного можно кстати пока ты делал сергей свой момент буквально гипер маленькую историю встречался тут подписчица у меня была распродажа же да вот и соответственно подписчица решила приобрести аромат она до конца не была уверена кто я то есть мы через авито общались и она когда пришла на встречу такая ой я не прогадала это вы вот там какие-то подарочки подарила и такая denis подключайте донаты подключайте донаты и думаю наверное пора прям вот если мне человек со стороны сказал слушай я я к этому значит так сначала стеснялся мне кажется так неприлично его сейчас я думала не я вообще я столько времени уделяю блогу мне удовольствия спора нет это приносит всякие плюшки и так но если это будет приносить денежки разве я то не стесняюсь ни разу я потому что ты знаешь я такая бабка который нужно созреть до реализации денису не признался что подключила сбп в рот простите конечно на дворе 2023 год а у меня да только сбп появились так но вообще нанес но вот отвлек тебя это 6 до утром было просто ну как как тебе сказать я его чувствую не чуть-чуть по-другому а абсолютно по-другому я я немножко в шоке я не понимаю что происходит ну ладно давай с тебя начнем но это какая-то нишевая история сейчас мне кажется что там мой носом делали теперь это да сейчас мне тоже кажется что нишевая да просто у меня было предположение по двум нотам а сейчас не бросается абсолютно третья нота в нос мне то ли это шалфей какой-то то ли в манга может это в блоттерах дело я хочу на другой блоттер брызнуть мне почему-то кажется вот знаешь так бывает что да слушай похоже извини пожалуйста перебютал похоже мне попался надушенный блоттер мне кожей пахнет прям это гальбан умной кожей и вот куда она там уже меня вот вот у тебя по моему ближе чем к тому что вот мне кажется ананасом пахнет сейчас ананасом что произойдет что это за такой ящик пандора в котором есть все мне кажется вот это мог бы быть патруль муаду тахфан я не очень люблю почему этот бренд у меня было там пять наверное от пробников и ничего особо не заходит и там вот есть такой вот ананас по монс пачули он такой отчасти газированный и я его доносил и сказал спасибо дальше не надо но мне прямо на нас и пахнет но не angel а из старт не в точно ананасов что еще с ананасами music for a while я не знаю тут тебе виднее я уже не я могу поставить на действительно этот пахнет молода пахнет вообще не понимаю зачем этот бренд существует в моей в моей вселенной даты и обижаются кизы короче детективная история абсолютно я пишу что это молекулярный цитрус который станут стартует тоненьким кисленьким лимончиком в стиле light blue а переходит в такой химозный молекулярный ветивер это то что я писал когда его разношу ну кстати цитрус в виде лимона я могу понять принципе ветивер в базе тоже но по-прежнему все равно ананас солирует но детективности истории в чем заключается искал про ананас я хорошо здесь лучше ананас и слышу еще кожу гальбаномную которая то ли въелась мне в нос но мы не нюхали сегодня с тобой ничего гальбаном на кожного поэтому я предположу что здесь есть что-то вот такой вот кому-то ананас и сам ножка или банди на минималках но понимаю о чем ты мне кажется что может здесь быть или вот как я озвучил ангелика или а действительно гальбаном честно говоря мне не нравятся такие приколы типа я не могу игры я не игры разума абсолютно я не могу поймать его за хвост он постоянно меняется говорят что шизофрения начинается в первую очередь самые страшные самые плохие симптомы это когда у тебя начинаются симптомы альфакторная что похоже что-то происходит но сейчас мы проверим можно это и тебя вылечу да так смотрим это манин чс вильгельм парфюмерии нет а есть гальба но есть кожа и гальбаном а что за лайк происходило то есть в принципе сейчас я его довольно правильно угадал и может быть если бы я не был так смущен его ну трансформации за эти пару дней может быть я бы даже предположил про монин чс потому что я знаю этот роман я просто не прямо что со мной происходило тогда вы знаете человек думаю я уже пару дней снизу слезаю с капель на самом да и у меня чуть-чуть под заложен нос но он работает а капли убивают рецепторы поэтому все сидящие наркоманы как я на этих каплях на этих сну пах тизинах ребята слезайте для парфю увлеченного человека это жутко вредная штука так что вот видимо она так деформировала мой нос что его не слышал сейчас слушаю очень моя учительница французского по мужу лет 40 сар сидится протестать я сдаю постоянно на них я тоже периодически на них я даже после каждого насморка мне вот мне нравится это ощущение начинаю ими пользоваться и дальше насморк уже проходит и остается зависимость понятная мы нарезать ну что слушай короче очень странно и большой молодой да но вовсе гана на все право на угадали но от ананаса кстати не отказываешь да я так хочу поесть ананас я сто ли этого не ел надо купить а ты кстати вот я как будто бы люблю больше консервированный не консервированный слишком сладко для меня а если ты любишь консервированный то тебе везет форма нужен а тем помню понравилось да что-то меня там смутило по крайней мере несколько лет назад как раз на заре нашей дружбы помыто меня с ним знакомым а я с криминальной туберозой помню знаком из небоскреба из кублайханом до кублайхан надо бы перенюхать я недавно перенюхал никаких гон там не обнаружил я перенюхал ношу иногда отливант и когда мне ярослав дал послушать вот абсолют цепетина кублайхан это просто чистый цепетин все да там больше ничего нет что ты про это скажешь 7 это такой женский люкс и достаточно приятный нет нет чувства отвращения почему-то у нас сейчас была какая-то такая взрыв эмоций в конце моего видео а сейчас я так сижу чуть-чуть а я просто охреневают своего носа потому что похоже то что я разнашивал идет все насмарку и у меня сегодня новое знакомство с ароматами потому что тоже мне совсем по-другому звучит ну не настолько радикально может быть как первый я бы мог даже подумать что это но мне так сейчас кажется может быть что-то из шанель какие-нибудь там алюра и прочее и принципе он мне принять кремовые фруктово-цветочные женский люкс там как будто база какая-то вот есть такая ну а где нет базе там пачули дерево и так далее но как будто бы вот мог бы быть мне кажется какой-нибудь аромат шанель а это не бутиковый наверное не не пятерка естественно там не девятнашка но вот что-то из того что всегда вне поля моего зрения то есть я люблю шанель вот бутиковый 19 5 а вот все вот эти куку мудмуазель там и прочее они для меня как бы ну может быть может быть слушать и не кажется что это вот ты сказал про только какая-нибудь база мне кажется какой-нибудь фручули из люкса потому что здесь очень много фруктов очень нежные вот я при первом затесте мне прям уверенно слышала здесь чайность кстати сейчас тоже слышится я думаю что здесь есть некоторая чайность может быть и какие-то вот сладкие такие фрукты вот ну короче очень уходовый кремовый нейтральный так пахнет хорошая женщина но для меня такая вот как ужасно по-сексийски неприятно прозвучал хорошая знать как то теперь за кэнс или да ничего страшного я имел имел ввиду что та девушка который вот не хочет ароматом подчеркнуть свою дервозность свою какую-то сучью породу свою какую-то неоднозначность она просто хочет пахнуть приятное и женственно да у меня скорее тоже такая ситуация то есть не бунтарка такая наверно или бунтарка не шалава ну приятен я даже честно говоря думаю что я мог бы его поносить но чисто вот как бы вот столичка и без желания офлаконить потом просто как бы вот палиться в настроении для меня скучновато но я думаю я думаю что для человека красивый для девушки не парф маньячный да вот кто просто ищет себе один вот я думаю что он может в женском гардеробе если что от них не парф увлеченный заменить все ароматы тома и в пиры в миру и на работу и вечер и на свидание он приятные приятные цветы фрукта да смотрим да что абсолю шипр но смотри похоже это правда фручули потому что здесь в базе пачули сверху мандарин тенджерин бергамот странно что вот такие цитрусы потому что цитрусов то я здесь не могу сказать это какой-то китайский или японский бренд реклассифайтере я не знаю или это значит будет бывает сбивается клавиатура и почему-то я не знаю что это я тоже не очень понял а может быть посмотрим да да давай ой нет правда очень много непонятных лично для меня кстати флакончик красивый такой в космотеке мог бы стоять около галочный какой-то бренд что за бренд вообще реально он китайские да ты реально это китайская ниша прикольно первым это первый мой китайский аромат мой наверно тоже мало сравнений и нет комментариев ну то есть это мило решил нас познакомить в какой-то такой редкостью редкостью интересно слова или китайская ниша звучит как очень добротный хороший дорогой люкс предлагаете нанести 8 давай такой маслянистый даже вы тоже сейчас на бутылку смотришь это но бутылка очень кстати красиво да интересно какая она по габаритам это кажется так так здесь у меня есть некое предположение но начнем с твоих одинокий голубь на карнизе за окном постоянные гости да я уверен что я знаю что это но давай с тебя начнем какой пудровый ну прям пудра такая еще чем-то пахнет пропеллер слушай ну да какая-то прям нуга ну кто-то из нас двоих сумасшедший да это однозначно а тебе чем блин это какая-то адская жженка желтого дерева какое-то жжёное дерево жжёная покрышка что меня к вид может быть а ты это мы с тобой обнимались при встрече нет тут вообще вечно горелые деревьяхи тарелом деревьяхи горелая резина это такая пачули скорее всего грань это скорее только или у тебя про хочешь да нет это прям чуть-чуть даже пахнет а вот хрик сэйди босфогор тирзановским вот ну такая вот прям нуга вот она прям тянется сладко хорошо давайте я расскажу у меня просто меня к нему отношения пишу очень знакомая жёночка индустриальная возможно это ком де гарсон black или нет но у меня точно было это тоскливая жженка и я пытался ее носить сводит с ума своей знакомостью и почему-то относят также колду но видимо это аромат того же периода а не электрик а не электрик ли это все вспомнил электрика я могу понять да вот электрика здесь но короче это не электрик это кортье из все те наскучили за то я думаю что это кортье из линейки часов я думаю это то ли двенадцатый то ли тринадцатый час у меня когда-то было вспомнил эту песню здесь любимую пока часы и двенадцать у нас сегодня с тобой папурии из разных песен вот он мне просто было он очень характерный трудноносимый я сказать по правде не очень помню что там в пирамиде по-моему там пачули вот дают но тебе по-прежнему пахнет ногой и пудрой мне не пахнет никаким вот жженым там лесом деревьяхой просто ну да такая вот и другого узнать кто из нас безумен да мне очень интересно да я угадал это мистери 12 час карте у меня впереди еще две догадки я надеюсь я их тоже угадаю матильда лоран дело ладан пачули или ми жасмин кориандр мускатный орех может мне так сухое дерево слышится на но точно не горелая или он просто нот наверно может какие-то бывают индивидуальные особенности вот для меня этот аромат выпадает как как он тебе это такая дорогая линейка и сняты но ты знаешь учитывая что я воспринимаю вообще по-другому мне сложно сказать как я к нему отношусь так приятный запах но офигеть так вот мне кажется такого раздрая в разные стороны я с тобой не слышу вот смотрим следующий 9 слепой котенок в ведре да поэтому боже секрете он манифик но это цитрусы прям для какие-то такие лимон прям для чуть-чуть туалетные да 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 такие цитрусы я не очень люблю но он прям действительно вот такой химозненько туалетненький мне с ним интересно я сначала сказал что это растворимые вот из пакетиков инвайт или звука ты застал кстати в твоем детстве не было таким если уже был ученок и мистер пропер подожди ну в том детстве ни разу не покупал вот эти пакетики ты их засыпаешь в какой-нибудь графин разводишь и у тебя получается типа кока-кола там условно нет а я думал тоже промоющие средства нет это если ты решил свести курсчета жизни нет я не про это не такого не было химозна чем-то такое здесь очень яркий почти вот какой-то аскорбиновый это лимон такой еще напоминает какие-нибудь витамины с упрадин и я сначала сказал что это ну химозит мне не нравится потом вспомнил и предположил что это понял что у меня есть флакон и такой не но в принципе может и ничего так короче этому что это манталь ладали для при клава кока слушай я с ним не знаком по моему тебе вот так и не послушал но это не тот цитрус который тебя нравится слишком валины слишком очень в лоб да и очень химозненько я люблю вот до 20 турсов праду мандарины оранжи и россу все больше ничего не ну город все надо послушать его сравнивают опять-таки с light blue но не light blue мне кстати с алиэл де капри вообще не похож на light blue light blue там такой лимон прозрачный мускус а вот солиды капри более с такой вот какой-то сложно химозного не люблю при мне от такого плохо свербит прям вот нет это что love as mantas отелье колонь итальянский лимон на старте китайский османтус кедр будет все же я не люблю османтус и лимон час мантус разлюбил да я читал а я его особо и не любил никогда тоже любишь вот эту дайм блонд но там замша с персиком там абрикос настоящий как бы да ну смотрите клава кока не клава кока клава коки нету но есть light blue никто не сравнил в клавой кокой но ты сравнил да кстати короче слушать если клава кока стоит мне кажется до сих пор в золотом яблоке 20-ка типа 2 2 200 или 2 400 клава кока стоит намного дороже ну вот может быть именно его надо было носить и тогда бы вылез османтус да ну и вообще не настолько здесь вот эти туалетные лимоны все забивают но вот это для меня тряпка османтусовая есть свербящая кислая но она под слоем лимона и мне от этого вдвойне плохо хорошо да неплохо очень хорошо такая роза роза почулевая почулевая такая такая в духе ножка водопротекшен кстати на водопротекшен похоже влажная я бы сразу скажу раз я подумал про жемчужину лолик незнаком но эти жемчужины лолик как известно сравнивают своему номер уж марта пикали можно можно чуть-чуть шейдах ты так сказал маномируш как вот там где нормально да нет прикольно да наоборот маномируш маномируш да это какой-то египетский фараон до маномируш третий красиво прям такая роза нравится денис пришел сегодня с настроением я не возьму ни одного отливанта и уйдет похоже со всеми она такая смолистая перчоная вот нет вот она для меня больше не перчоная не смолистая именно влажная земляная земли землистая а я к че-то в одну степь этого все для мне если землиста она наверное перчоная и такая вот где то ли какие тогда еще у тебя бывают розы если у тебя сама же столяроз вообще другая там такая свежая юная розочка аля я шиповник или боярышник не для тебя мама розышка растила кстати не люблю розы ну а я как бы вот иду кротом мне кажется что роза это один из цветков который обладает потенциально значительно большей степени мужским характером чем женским как мне представляет да это я думаю да но мне туберозы оставь все да и можем ради бога я просто больше не могу это про мне астой ноги туберозы в этом доме кроме меня да вот поэтому красивая роза вот прям не дать не давай так дорогая недорогая я бы мог бы отдать за это достаточно приличную сумму денег человек богатый может быть отдашь наоми покупаю себя раз в два дня так это aqua colony intense ну вот видишь я был прав насчет цены в вакенинг вот овскали на веке не пробуждение бергамот розовый перец кориандр ну перец видишь на розы жасмин аж мантас ели либанному почуну все богатости справедливости я здесь не чувствую я буду хочу сравнить кто был ближе в своих догадках по сравнению и давай так 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 с террой сравнивают кстати на втором месте сравнивают с жемчужинами лалик так что что ее уладелся а что там с германом справлю стелли ну так что то есть здесь от терр ну я case сравнивать их не стал 그럼 chyba это были tuh구 с Это левитивер какой-то похожий. А с каким манеру сравнивают? Тундра? Не-е-е. Хорошо, слушай. У нас есть одиннадцатый. Его не разнашивал ни ты, ни я. Поэтому я тебе предлагаю торжественно нанести его на блотах. Цвет очень интересный. Я тоже люблю, когда такие тёмные какие-то. Прям встал. Он густой какой-то. Ничего не осталось. Ты у меня щедростью научился, я смотрю. Да. Ой, ну это этот. By the fireplace. А, точно. Извини, я так себя втыкну. Да, я не сразу себя возьму. Открывай. А ты, кстати, забрал тогда, поносил хоть раз? Я не забрал его. Нет? Нет. Я сегодня какой-то человек мем, да. Да, ну вот я не пойму, всё-таки нужно мне или нет. У меня же была десяточка. By the fireplace. Ну, фух. Всё хорошо. Слушай, ну сегодня хоть что-то угадали. Да. Где-то были очень близки. Да. Хорошая. Клоунада была вполне. Да и что, не будем затягивать, друзья. До скорых встреч. Лайкайте, комментируйте, донатьте. Ожидайте, так сказать, очереди. Я хочу, мне что-то так надоело что-то разнашивать. Хочу слепые за тесты снимать с утра до вечера и хохотать. Поэтому приезжай почаще. Ну вот. За мной не зажавеет. Да. И приводи, пожалуйста, уже пирожные с собой, какими-то хохотами. Что, на карту тебе скинут денежки? Я скину. Донаты-то шлют. Выезжай, пожалуйста. Все, пошли какие-то шутки-прибаутки. Друзья, до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok